Заново сейчас Просто они длинные, я их давно не пел В прошлый раз тогда их Спаршировал Автомат и гитара На авганской войне Кто-то скажет, не пара Там романтики нет Я не спорю, поверьте Но хотел бы спросить вам Когда-нибудь в рейды Доводилось ходить Вы считали недели До отлета домой Вы когда-нибудь ели Сухпайок фронтовой Не в туристских походах Не в лесу у костра Там беднее природа Но сильнее ветра Там пылают пожары И в жестоком бою Громче всякой гитары Сами горы поют Вам знакома усталость После трудного дня Если это случалось Вы поймете меня Да романтики нет там Есть работа и кровь Кто-то верил в победу Кто-то верил в любовь Кто-то знал, что вернется Да упал под огнем И струной отзовется Наша память о нем Не изучены свойства Наших душ на войне Кто-то бредил геройством А мы пили про снег Про края, где родились Да про шелест берез И совсем не стыдились С пылью смешанных слез По мне ведавшим броди Нет причины тужить Вы спокойно живете Нам уж так не прожить Нам не выйти из боя Не вернуться назад И гитар не настроить На велический лад Боевые гитары Я вам песню пою Да гитара не пара Автомату в бою Но поправ все законы В этом мире скупом Выгорели в колоннах Заодно с игроком Воздрялили пули И осколки секли Грифы тонкие гнули Но сломать не смогли И вдали от союза Вы в руках у солдат Доказали, что музы На войне не молчат Автомат и гитара На афганской войне Кто-то скажет мне пара Ни типичный дуэт Я не думаю спорить Петь о том или не петь Мне гитару настроить Надо к бою успеть Вторая Спасибо Делай гитару По громче Спасибо Да? Слышно гитару? Слышно? Ну, дорогие друзья Я хочу попросить прощения В силу серьезных процессов Я должен вас покинуть Но я думаю, что Главный сегодняшний человек Меня простит И поймет Не прощу никогда Не поймем за что У нас следующий концерт Будет в октябре Я думаю, что Ну, мы добавим Конечно Спасибо большое Извините А теперь хотелось бы Спеть песню Замечательного товарища Я о нем уже говорил На прошлый раз И все время Говорю И это Виктор Верстаков Не дозвались мы Даже вдвоем С авторитетом таким И великим пробивным Деятелем Миши Калинкина Из деревни Бирюльки Тверской кубернии И полковника Верстакова Вытащить не удалось У него там рыбалка Когда я ему дозвонился Сегодня Говорит Нет, говорит Я трехщук вчера поймал Сейчас пойду В Москву не поеду До конца октября Я говорю А вот Мы его вытащим обязательно Потому что Я иногда приезжаю Пенсию получать Например Знаете, там Верюльки не нашли Мы будем На одной картошке Придется Вот И отлоем его В этот момент Когда он тут явится Прямо Сбербанки И притащим сюда Потому что Мы думаем Что вот Эта идея В фестивале Батальон и разведка Вот Автор которой Миша Она без Верстакова Не полная Я не знаю Открывал Он секрет или нет Здесь в Калинкина Ну не знаю Он наверное Как разведчик Под пытками Скажет Есть большая Великая задумка Где Верстакова Должно будет Приступить обязательно И поэтому Я за него Свое разрешение Отпросил Ну-ка тогда Верстак Если ты Верстак его зовут Виктор Глебович У нас в жизни Верстак И я буду Петь твою песню Потому что Я уже начал петь Уже говорить А ты ведь не приехал Ну так И мы тебе Не заплатим Ни копейки Верстакова Сиди в своих берегах На свою пенсию Вот Он наверное Согласился Радостно Ну Вытащим В этой песне Значит Это видение Со стороны Не столько Самой Афганской войны А сколько Видение Нашей прессы Советской В те годы Пока война Афганистан Шла И не знаю Кого тут Можно было Обдурить Но тем не менее Многие миллионы Десятки миллионов Выли Этой нашей Пропагандой Обдурены Значит Потому что Я приехал В отпуск Первый отпуск У меня Ну и последний Кстати В августе 91-го года Хожу по Москве По родной Любимой Таганке Все ходят Ну как называли Контрабандные товары Из Афганистана Это очки Джамиль Тогда появились Первые у нас Очки Вот эти Хамелеоны Батники Моду пошли Бананы Из Афгана Не только можно Если вы хотите Здесь оттуда Дубленки вонючие Там из Афганистана Которые Ни одна химчист Не брала Кроме американской На Ленинском проспекте Я из них делала конфетку А остальные нет Ну много чего было Платья женские сафари Джинсы Из ЮС ТОП Команда Там и все такие Много чего тут было Все из Афганистана Доставали все по блату Везло сюда Чемоданами Баулами Естественно А про войну Никто не слышал Нет там Ничего А то что Рассказывалось В нашей прессе Официально По телевидению Выглядело так Как изобразил Верстаков Виктор В своей песне Он сам Журналист Профессиональный Работал В военной редакции Газеты Правда В войну Без конца С 80-го года Начал в Афганистан Ездить И все что видел Честно писал В песнях Что он писал В самой правде Это уже другое А песняка Звучала так Дрожит душман В поле хумри И около Герата Его крушат Черт подери Афганские солдаты И в Кандагаре И в Казани И в Балхе И в Кабуле Войска афганские Одни Ну так и прут Под пули Их невозможно Удержать Они нас защищают О чем Советская печать Стыдливо сообщает Ведь контингент Наш очень мал Навряд ли Больше взвода Границу Перешел И встал Любуется Природой Встает концерты В кишлаках А в паузы Антракты Детишек Носят на руках И чинят местный трактор Пусть контингент Наш неплохой Но где ж ему Сравниться С афганской армией Лихой Который враг боится Она разбила Тысячу банд Нет Миллион Миллионов Почти очистила Шендант И два других района Всегда отважно Велика Заслуженно Известно А мы там Пляшем Гопака И чинем Трактор Местный Второе Это История войны Афганской Глазами тех Кто на ней Кто на ней был Поэтому Разнобой Первую историю Событий 79-го года Ибрюз Описали Бойцы каскада Первый Даже не каскад Факел Зенит После того Как взяли Кабул Сиди во дворце Амина В подвале Это рассказывали Те Кто был у меня Командиром Я пришел В 81-м А они 79-го Пребывали И Сочиняли Песни От нечего Делать Охраняли Они Как раз Бабрака И Песнь Сочиняли И Вот И Свою Видни То Безобразие Которое Происходило И Вот Такая Песня Общеизвестный Мотив Жил Да Был Жил Да Был Жил В Кабуле Траки Мало Лишь Живет На Свете Дураков Окружали Траки Сплошь Одни Лишь Дураки Но Впрочем Песни Не о них А Про Советников И Был У Траки Любимый Ученик В Марксизме Он Не Смыслил Ничего Но Наши Дураки Совместно Стараки Решили Сделать Ставку На Него Все Могут Дураки Все Могут Дураки И Судьбы Всей Страны Вершат Они Порой А Если Нет Ума Советников Жить Ма И Тих Сюда Присылали За У Большом Я Велик Я Велик Вождь Повсюду Заявлял Но Амин Пришип Его Без Лишних Слов Ой Какой Же Был Скандал Ну Какой Же Был Скандал А Прочем Песня Не о том А Про Советников Реформы Начались И Слезы Пролились И Все Осталось Как Придураки Пусть Факты Налицо У Новых Подлецов В Советниках Все Те же Дураки Все Могут Дураки Все Могут Дураки И Судьбы Всей Страны Вершат Они Порой А Если Нет Ума Советников Тьма Ведь Их Сюда Прислали За Ум Большой А Вот Песня Так Нет Все Вы Стоит Представлять Я Смотрю На Окружающие Действия И Все Вижу То же Самое И Дураки Те же Самые Примерно В Советниках И Реформы Те же Самые Дурацкие Те же Самые Потоки Крови В Чечне В Дагестане Где-то Еще И Вон Тут Горят Живем Люди Нам Видел Луховица Просидел Все Пожар Ничего Не Меняется Потому Что Знаете История Нас Учит Только Тому Что Ничему Нас Историю Не Учит Поэтому Краткий Курс Истории Афганских Событий Автор Виктор Верстаков С Начала Войны Ненадолго До 79 До 89 Года До Окончания Войны У него Длиннее Написано Но Я С Трудом Вот Эти Все Вспомнил Да У него Безусловно Дали Маху Три Десятка Лет Назад Называя Захершах Ну Вы Знаете Там Историю Да А кто Не Знает Начало Мы Дружили С Афганистаном С 20 Года Первый Дипломатический Договор Писали С Афганцем Они Два Разводили Войска В Афганистан В 41 Году В Отечественную В Первую Отечественную Мировую Войну Нас У них были Вездеходы Красные Книжи Там Написаны Но Вымышленные Фамилии Имена Всем Советским Афганским Партийным Аностративным Хозяйственным Органам Оказывали Помощь Значит И оказывали Помощь Они могли Сесть в Кабуле И поехать В Шархан На Мударье Это на нашей территории Там Кабак хороший Был Куда они Нужен был Ни вид Ничего Они могли Заночевать Пьяного Где-то там В районе Южного Саланга Прям И никто Их не трогал Никто Началось Все Почему-то Наплыв Огромного Количества Советников Опять же О чем Я же успел Советников Практически На шутире Что в конце Войны За каждым Афганцем Стоял Советский Советник Ну А что Насоветлив Вейте Американцы Сейчас Не советуют Кардинально Решают Вопрос Ну И кто Слиняли Оттуда Не справившись 50 тысяч По крайней Мере Боевых Выводят Ну Вот Сначала Было Мануло Потом Еще Дошло Все Это Дело Был Король У них Потом Стал Президент Премьер Министр Дауд Потом Тараки Амин Который Убил Тараки Потом Мы убили Амина Пришел Бобрак И Кончилось Там Уже В песне Ясно Чем Ну Значит Так Безусловно Дали Маху 30 с лишним Лет Назад Называя Захершаха И Высочество И Брат Моему Завод Блатину Мы Даем Ему Угля Да Любили Мы Скотину Захершаха Короля Да Зубов Воружили Утопи Его Харон А Вообще Неплохо Жили С этим Самым Захером И Целуясь Господами Тот Кто Был Превыше Всех Заложил Кирпич Фундамент Под Кабульский Политех Но История Как Средство Только Ками Ильича Пропустил Помогин Куплет Нет Все верно Началась Другая эра Там Конечно А не тут Мы Приветствуем Премьера По фамилии Дауд Сразу Сразу Помощь Предложили И деньгами И трудом Как С товарищем Зажили С этим Самым Даудом Только Снова Дали Маху Сей революционер Оказался Братом Шаха И агентом ФБР Был он Подлым И двуличным А его же Как на грех Целовал Утрап И лично Тот Кто Был Превыше Всех Но Пришел Конец Иуде Там Конечно Они Здесь Вышли Танки При Дауде Нет Дауда Танки Есть И хотя Мы рановато Взяли Принца На штыки Но Целуем Словно Брата Нур Мура Дорогий Правда Он Подлец Прожженный Порчемистый Пустобрех Но Ветер Рукоположенный Тем Кто Был Превыше Всех Дали Орден Дали Займы И Командовал Сквозь Смех Вера Нур Мол Или Майна Тот Кто Был Превыше Всех Но Кроме СССР Был У Нуры Друг Один Мы Приветствуем Премьера По Фамилии Амин Задушил Подлец Подушкой Своего Лучшего Дружка И Зарыл Торочью Тушку Среди Алганского Песка Мы Конечно Телеграмму Мол Амин Хапезула Мы Не Знаем Ваши Драмы И У Нас Свои Дела Но Соглас Нузам Дружбы Можем Денег Предложить И Военного Оружия Сколько Хочешь Чтоб Тебе Спокойней Жить В общем Жили Мы Неплохо И С Амином До Конца Расстреляв Его Со Вздохом Посереть Его Дворца Сразу Радио Включили Мол Афганская Земля Про Тебя Мы Не Забыли На Бобра Как Кармаля Правда он Буржуй Прожженный Почемист Нет Буржуй Прожженный Нет Тогда Пропустил Да Правда Он Буржуй Прожженный Почемист Пустобрех Но Ветерок Положенный Тем Кто Был Превыше Всех И Живем Отлично Что Мы С Афганцами С тех Пор Мы Лупим С вертолетов А Они Нас Лупят С гор Не Дадим Отныне Маху Вот Только Грустно Черт Возьми Что Какого Нибудь Шаха Нет Меж Наш И Написал После Возьми Ну И Обращаясь Творчество Вистакова Продолжаю Обращаться Пою Еще Одну Замечательную Песню Виктора Или Вернее Ну Да Уж Песня Значит Песня Тяжелая Наверное Вы ее Слышали История Такова С Восьмидесят С Восьмидесят Восьмидесят Первого Года Центральный Госпиталь Наш Советский В Ковули Заполагался Помещение Бывших Королевских Конюшен Шахских Там Лошадь Ран Штайль Пересал Кат Наш Вот Королевские Конюшни Королевских Конюшнях Метра Нет Для Коня Медсестра Раскладушку Принесла Для Меня Очень Трудно Голубки В коридорах Где сплошь В стыкобрубкам К обрубку Полегла Молодежь Вертолетчик Бесправый Минометчик Без двух На повязках Кровавых Ничего Кроме Мух Отыскали Местечко Положили В углу Где десантник Навечно Задремал На полу Унесли Бедолагу Положили Меня И отсюда Ни шагу Я спокойней Коня Ведь от ног До макушки Весь я Гипсовым Стал Мне не надо Подушки Разве что И не стал Медсестра Медсестричка Что ж ты Слезы не кельешь Как же ты Без привычки Здесь В конюшнях Живешь В королевских Конюшнях В госпитальном Чеду Матерщинном Спиртушном Наркотичном Бреду Если Чудо Случится Если Снова Срастусь Дай Свой адрес Сестрица Может быть Пригожусь Но А коль Не воскресну Все равно Хоть часок Проживу На чудесной Поглядев Адресок В королевских Конюшнях Метры Нет Для Коня Медсестра Мою Душу Унесла От Меня Вот Я вот В великом Раздумии То, что Юра Меня попросила Но Напомнила Собственно Я давно Забыл И не Помнила Оказывается Сегодня 630 лет Куликовской Битвы Тогда От начала Лежал Курил И думал Дома Петь или не петь Потому что Над великими событиями Над великими людьми Как-то даже В песнях Ну неприличном Нерусскому человеку Надо Дмитрием Донским Даже такие песни Петь Но Объяснить В продакции Я должен сказать Что она написана Давно Очень давно В 70-х годах Прошлого века Это Воскратно ходили Может кто-то помнит Значит Переписка Письма Был такой Историк Эндельман Простой русский Человек Этот Эндельман Так изображал Русскую историю В частности Куликовскую битву Что Астафьев Писатель Письменному отвечал Эти письма Где-то там Перепечатались Ходили Значит Сейчас я вижу Когда принято Все Что похоже на железо На оружие С поля Забирать Как трофей Боевой Все Увозилось В-третьих То что оставалось На конечке От стрел Там какие-то Облоки Никем не найдены Сколько может Лежать там В земле С Куликовской битвой Он говорит Что ничего не нашли А под стенами Кремля А в стенах Кремля Они только Там ядра французские Пули немецкие От шмейсеров Которые долетали Снаряды То же самое Так что Ну вот такие Появляются Некоторые тоже Фоменко доказывают Что в 16 веке Вся история Руси Написана Есть история Всего мира И ветхие заветы Но все в 16 веке Только гений один Сел и написал Примерно полтора Миллиона книг Которые стали Известными Великими историческими Но вот Тем не менее Решил еще песню Песню с песней И в их изображении Это выглядит так То самое событие О котором Которому сегодня Исполнилось 630 лет Благодаря которому Мы с татарами Живем мирно Уже многие сотни лет Великий поэт Сказал и другое Что по скребе русского Поднимо писать Татарин обнаружится Это правильно Это хорошо Это здорово Значит Куликовская битва Была нужна В истории А что там себе думал Покойный Дельман Ничего про нее Плохо не скажу Я просто пою Паролью Я ее потом Под городом Жемом В кабаках Ночных слышал Когда с концертом Ездил Почему там Под нее танцевать Я даже Представляю Как можно Но там танцевали Я просто Выпивший был Не танцевал Сам Ну Танцевали Ну не важно Как на поле Куликовом Прокричали кулики И в порядке Бестолковом Вышли русские Палаки Как дыхнули Перегаром За версту Разит Значит Выпито немало Будет враг разбит Слева Рать Справа Рать Приятно С похмелья Мечом Помахать Перебрались Через реку С рик С криком Матом Молодцы Галять назад Дороги нету В воду Бросили концы Красноноса И воевода В родном деле Знает толк И в засаду Через реку Ускакал Засадный полк Слева Рать Справа Рать Приятно С похмелья Мечом Помахать Показалось Прождеста И копья Стали с краю В край Пред кониной И кумысом На холме Сидит Мамай Личит От поля Раздается Есть тут смелый Или нет И с татарином Сразиться Выезжает Пересвет Слева Рать Справа Рать Ух Приятно С похмелья Мечом Помахать Молодец Кричат Ребята Подстрахуем Неробей Из толпы Татар Галопом Вылетает Щелубей И сошлись Гремя Железом Рать Неробей 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 Кулики Разгромили Басурманов Протрезвевшие Полки Была Слева Рать Была Справа Рать Приятно С похмелья Мечом А теперь За сто Верст Никого Не видать Была Слева Рать Была Справа Рать Теперь За сто Верст Никого Не видать В Башкирском Оперном Театре Выступаем В Уфе Я пою Эту песню А в те времена Я был Референтурой Председателем КГБ Последним И Пою Эту песню Думаю Там же Башкиры То же самое Что татары Их много Их большинство Как они все Это воспримут А там Давай еще Напис А под тракт Подходит Маленький Рост такой Вижу Что свой товарищ В черном Пижаке Углянулся Рубашки Говорит Игорь Николаевич Почему позволяет Себе петь Такие песни Я говорю А почему Не позволяет Себе такие песни Петь Высеять Национальную рознь Я говорю Я знаю Из какой конторы Дорогой ты мой Достаю ксиву А я референт Председателя Крючкова Я говорю Я пою С разрешением Председателя Комитета Безопасности Соврал конечно Но он сказал У нас должны Талантливые люди Быть Пойте Пишите Рисуйте Он конкретно Не про меня Исчез Я сам Перпугал Ну сейчас Бить будут Нет Так что Дело не в том О чем поешь А как поешь И по какому поводу Но Куликовскому Я например Пытался докопаться Считаю Что это всем надо делать Как можно дальше Докопаться Собственное прошлое И сказать Откуда ж корни Рода племени Идут У кого Не знаю Насколько Поскольку все мои предки Коломенские Или Рязанские Или где-то Луховицкие Ну там было все это Значит Докопался только По святцам Там церковь Докопался До сотника Коломенского Но вы не стоит Знаете Что двумя полками Коломенские Собирались полки Дмитрий собирал Литовский Князь не пришел А вообще враг был Коломенского Его-то сбежал Вообще И осталось Только сотня И сотня Который командовал Коломенский По имени Мороз Мороз Это не фамилия Это не кличка Это имя собственное Мороз Если вы Заглядете Там тайное имя Мужское Других не было В Коломене Никаких Мороз А Мороз потом Образовалась Фамилия Морозов Там тоже это указано Не знаю Он или не он Это очень давно было Знаю только Он был вместе С Бавроком В засадном полку Ему было 42 года Он вернулся Без руки Без ноги Его привезли С Сечевой На Непрядве Он только Потом после этого Он женился Первый раз У него были 4 дочки Вот все Что известно Так что Возможно Это предок какой-то В России Просто так не бывает На Руси ничего Фамилия образовывается От имен Или от клич Так что Возможно Хотелось бы верить Ну Ладно Это историческая Песня Это была Из исторической пародии На конкретного Историка Так что Предки не должны На меня за это Обижаться Я думаю А то бы давно Наказали У вас В Уфе Вашей столице Вашей столице Вашей столице Вашей столице Вашей столице Ну Я Хотел Ну Принес с собой Потому что Наизусть не помню Когда-то помнился Наизусть Я потом Не пою Некоторые Бессмертные песни Виктора Верстакова Но я потом С вашей шеи Спою Там Про Афганистан У меня замещают Песни Гарнизоны Афганские В такие места Где стояли Наши части Вот А сейчас бы я Хотел Исполнить песню Я правда Ее пел уже Может быть Вы скажете Чего петь Потому что Все уже знают Все что я Почти все что я Желтой пылью Нашего А длинная песня А я же пел ее тоже Письмо Третье Четверто Письмо Письмо писал Я в уме Потому что Что там Писать Шесть письма Я отправил За год Должены хранятся Без всяких Песен Потому что Ничего не напишешь Там особенно Цензура Выборит Поэтому Писал Все прекрасно Все замечательно У нас Бассейн 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 За 140 километров На вертолет Надо лететь На видеосоветник В городе Кундузи С отчетом Прилетало Удавалось У нас Баня Такая Зимой Никто ее не топил Нам Умылись Невозможно Река течет Речка Кокча Холодные Прямо С ледников Пальмы Ну пальмы Разли не у нас А рядом Полиховрях Там И мартышки Бергли И попугай На этих пальмах У нас ничего У нас В то время Я только съел Дикобраза И верблюда Угостили Ребята Вербляжонка Из всей Экзотической Пищи И поэтому Письма Я не писал А у меня Сыновья были Маленькие По 5 лет И жена Прислала письмо И говорит Мишка Мишка Я Лешка Зову Михаил Алексей И говорит Вот Храни До сих пор Читаю письма Они откуда Понимали Не знаю Я не писал Что война Там чего Но Мишка Просил Через мать Просил Чтобы я Побольше патронов Привез Алешка Философ Такой Просил Чтобы Афганской Земли Посмотреть Какая Она Патрон Привез Естественно Земли Мумио 5 килограмм Это не сказать Что Земля Это Что-то Никому До сих пор Не веду Но Очень полезно Для здоровья И поэтому Все эти Песни Где я писал Там Боевых друзей Их было Много Офицеров Кобальта Дорогие мои Друзья Незабедные Из групп Специального Значения Кобальт МВД СССР Они Были Город Назывались Ментами В те времена Никто не стеснялся Интерес Как Лёгкий Тепляков Который Замоначальник Архангельского Робода Сейчас Будет чувствовать Когда я буду Назвать Полицай Тут Интерес Хотел Посмотреть Кстати Я не полегнулся Залез Словать И так далее Посмотрел Полицейский И милиционер Милиционер Это народная милиция Народная Вооруженная Для защиты народа А полиция Угадайте Из трёх разных Кого она защищает Так что Всё идёт Да Трень Жандармского управления Скоро будет Раньше Пятый назывался Трень КГБ Теперь Трень жандармская Политический сыск Политические убийства Заказаны Но они сейчас уже есть Всё хорошо Прекрасная Маркина Так вот письмо По счёту Не помню Какое Но делать было Совершенно нечего Абсолютно Не выходили Никуда Палатка и окна закрыли Плащ-палатка Всё равно Это же афганец Вы знаете Мельче чем Зубной порошок Дисперсия практически И весь воздух Жёлтый Это пыль Неизвестно Сквозь стены Просачивается Такой горкой Там на полу В комнате И мы сидим Дышать невозможно Вот там Завязываем Физиономия Плотец Чтобы выходить Извините До ветра Пройти Треть шагов Ну вот Жёлтой пылью Наши окна Запорожены Третий день Афганец Бродит По горам Я письмо Тебе пишу Моя хорошая Из провинции Нагорной Бадахша Мне поёт Про горы Грусть Магнитофонная А вокруг Столпились Горы Наяву И живу я здесь Засадами Колоннами Да ещё Твоими Письмами Живу Где отмечено В уставе ли В Коране ли Для чего Живёт на свете Человек Здесь Сошлись Два века В противостоянии Век Двадцатый И четырнадцатый Век Здесь Не верю Ни в Аллаха Ни в Иисусы Я Десять заповедей Душу не томя Вся религия Моя Головки Русые Сыновей Что с фотографией Глядя Ни к чему Здесь Новомодные Традиции Все указы Здесь Не значат Ни черта Пью я Водку С подполковником Милиции Он Милиции Московской Нечита Пью За дружбу Боевую Настоящую Пью За то Что он Не смотрит С высока Что меня Он Ни ходячего Ни зрячего Семь часов Тащил По скалам До балка Может быть Мои сумбурные Каракули Разбирать Ты будешь Слезы Не тая Только сделай Так родная Чтоб не плакали Письма папины Читая Сыновья Только Верь И по законам Человечности Будет встреча Будет новая Весна Ты Маяк Мне Затерявшемуся В вечности По призванию Офицерская Жена Ты Маяк Мне Затерявшемуся В вечности По призванию Офицерская Жена Спасибо Спасибо Все хорошо Микрофон Нормально слышно? Все хорошо Хорошо А то я себя вообще не слышу Поэтому нету монитора Не знаю Ну все же Ладно Нормально Значит В этом году Был юбилей 860 Отдельно Мотострелкового полка Который Базировался Начиная с 850 Года В Бадахшане В провинции Бадахшан В 10 километрах От горов Фаизабата Отдельный Мотострелковый полк И у нас был И кормили Свои полицы Потому что команды Каскаду На полное обеспечение Были поставлены Солдаты Были поставлены В войске части Расформированные По обливости ГСМ Боеприпасы Хлеб Вода Все Солдат поставили Офицеры сняли Вот так было Офицеров В Москве Вычли Вычли в рублях За год вперед За харчи Да Которые И в это время В Афганистане Офицеры команды Каскад Сняли с довольствия Армия Так что Мы там 3 месяца Нам не платили Мы питали За счет солдат Оставшиеся 9 месяцев Отдавали Когда нам заплатили Три мешка Вот таких 22 тысячи Афганий Купюрами по 10 Афганий Которые по духу У нас же и печатались Новенькие Или старенькие Которые 5 штук С крепкими Канцелярскими С крепкими Скотчем залеплены И все в мешках Целлофанов Привезут казначей Бухгалтер Кассир Куда их девать 3 месяца Обходились без них Питались Страшная вещь Кто прописал Первый раз я увидел У меня командир группы Я принял группу Меня на следующий день вызывают Значит вот Что такое Борщ Знаете ты Я в жизни такой гадостой Я представить не мог Где-то добавили Квашеную капусту В полку Закрасили ее Со ставридами В томатном соусе Борщ Гадостный Рыба с капустой Все Напрось Все это дело Оказалось еще Что Там жара была же Что из всех блюд Полагается только Первый и компот Какие муста Чем-то я знаю Я дело было Исправил Поехал в полке Я обожаю макароны С детства Лопатой мне там Нагрузили Вот такой мешок Макарон Армейские макароны Они же лопатой И куда бы ни ехал Все у меня Мой солдат За мой мешок Этот таскал Пока На то пока Все драли Какую недочищенную Пшеницу Плохо отваренную Шарапныли Всевозможные И вот этот Ставриду Я там макарончик С томатным соусом И не надоели Да целый год Только их и ели Все лучше Чем такие щипы Борщи афганские хлебы Ну вот А к чему это все рассказывает Песня про быт Значит Вспоминаю Вспоминаю Про быт Тут Написал только Кум Это кличка у него Кума Там детей поженили У него ребенку Девочке было 4 месяца А Майя было по 5 лет Мы там комсомольскую свадьбу Устроили заочину Ну выпить нет Погода плохая Дождь поливал грязи по колен Каскад сидит без дела Без работы Хмурые-хмурые А Сергей Демешов Мы с ним вместе Баронский заканчивали И работали в комитете Он только в другом Подразделении Так судьба в Афгане свела Думали-думали Надо другие Выручать ему 15 офицеров 50 солдат Делать нечего Дождь противный А ему письмо пришло У него 2 дочки И 2 Первый афганка Как он в командировке был родилась Потом у Ван Гоу летел Вторая родилась Вот первая Наташа ее звали И говорит Слушай А давай Вот Наташку мою Обручим С кем-нибудь из твоих Я говорю С кем А близнецы Одновецовые Абсолютно одинаковые фотографии Рыжие почему-то там Выбирай Он пальцем тнул Есть Пойдем командиры доложим Командир Вот на чужой Вражеской земле Соединились две Судьбы Моей Наташки Его Мишки Лешки Командиры тоже Ну делать нечего Понимаете А ведь без повода Не пошлет БТР за 40 километров Магазин только в дивизии Где там все есть Достать Самое главное Для свадьбы А тут он Водушевился Вдохновился Всех вызвал Вот Демишов Зам по тылу Был Вот ты Поезжай И я поехал И я поехал И мы на одном БТР человек Восемь досел И понесли 14 километров Набрали водки Закуски Воемторги И два дня гуляли На полном Серьезе Бегали по грязи Тоже футбольный Турнир Организовали Офицеры с солдатами По этому Знаменательному Днем Помолвки До сих пор Никто не знает Кого С кем Помолвили Никто на ком Не женился Но кличка Кум Осталась За Серегой Демишовым Кум До сих пор Так что у меня Двойца Один Сын Помолвлен С дочкой Командир экипажа Антона Овсянкина Командир Ми-6 Королевский экипаж А второй С кумом Демишовым С его дочкой Не получилось Не поженились Можешь А можешь Хорошо И правильно Ну вот Это песня Сергея Демишова Который написал Писание на кассету И отправил Своей только что Родившейся дочке На что он рассчитывал Что нас заводить Заводить будет И я там Несколько месяцев От роду Ночь В домашних туфлях В тишине Шлепаем По нашей Комнате И хотим Чтоб ты Уснул Малыш Кобины Отчего же Ты не спишь И хотим Чтоб ты Уснул Малыш Отчего же Ты не спишь Твой папочка Сегодня Не придет Не придет Хоть его И сын И мама Ждет Папочка У нас С ума Сошел Он опять В каскад Ушел Папочка У нас С ума Сошел Он опять В каскад Ушел А сейчас Твой милый Папочка Спит на вилле Словно Лапочка Или же Дрожа От взрывов Мин Снаряжает Магазин Или же Дрожа От взрывов Мин Снаряжает Магазин Но через год Вернется Он назад Запах от него Как от козла Правда В чемодане Привезет Он дубленок Хоть на взвод Правда В чемодане Привезет Он дубленок Хоть на взвод Такая грустная Песня Зампатылова Я же и отвез Водпись Поехал Эту кассету Но Татьяна Татьяна Его жену Она беременна Меня встретила Домой Поехал Ее родители Его родители Выпили Я спокойно уехал Сказал Все замечательно Пальмы Опять же Тоже самое Фишку Пальмы Бананы Апельсины Мартышки В пальмах Бассейны И море Ничего А отлежь Поехал Кость Ксивов Который Как выпил Так все честно И выложил И он же отвез Таньку Серегина жену В роддом Она тоже Рдела Придем Он все честно Рассказал Вот такой честность Зачем Но он потом Крестным отцом Стал Все честно Вообще Письмо Второе Из ненаписанных Писел Номер 2 Ну никакой Любой По счету Не важно Жив и здоров Не контужен Не ранен Об остальном Догадайся Сама В Афганистане В Афганистане Жизнь не уместится В строчке Письма В Афганистане В Афганистане В Афганистане Жизнь не уместится В строчке Письма Даже на самом Широком экране Не показать Что такое война В Афганистане В Афганистане В Афганистане В Афганистане Правда оплачена Нами ально Нами Ты не прочтешь В популярном романе Как проверяются судьбы в бою В Афганистане, в Афганистане Время историю пишет свою В Афганистане, в Афганистане Время историю пишет свою В Балхе, в Герате, в Газни, в Бадахшане В скалах Саланга, в песках Чардары В Афганистане, в Афганистане Время не выветрит наши следы В Афганистане, в Афганистане Время не выветрит наши следы Помните ждать, не клянись на Коране Знаю, не веришь ты в эту муру В Афганистане, в Афганистане Белое солнце встает поутру В Афганистане, в Афганистане Белое солнце встает поутру Там, где мы были, где-то примерно в километрах от нас Над рекой возвышалась скала Она называлась Сангимур, скала Орлов По преданию, там была площадка Грот в скале на высоте метров, наверное Шести семи, там, над рекой В скале выходил грот на реку Стояла загородка металлическая Стол стоял каменный По преданию, с этой скалы Шахи Афганистана сбрасывали своих неверных жен В эту речку, бурлящую, горную Но мы никого не сбрасывали оттуда Кроме гранатов Называлось рыбу ловить у нас Метров 50 вниз по течению БТР Поперек реки, 60 ПБ Солдат по четыре с самодельными ловушками И офицеры туда, значит Бросальными гранатами Малая саперная удочка РГД и, там, 70 грамм Шашка тротиловая А большая саперная удочка 200 грамм, вот тоже РГД Но РГД не было, Лимонки, значит, туда Вот так, бинтами, скотчами Толовую шашку К этой гранате и в речку Чтобы здесь набросаешь, солдаты там ловят Рыба-маринка, вот такая, пузо белая Кверху пузом, там мутной воде и видно Муть по дому страшно Ну и было видно Вот начерпает рюкзака два И у нас два дня праздника Едим эту маринку Так что мы там Ну и приезжали, когда к нам друзья Мы на скал до Сангимор И все прочие веселительные напитки Мы там И с рыбой, и без рыбы И так просто Со ставридой в томатном соусе Вот Гонит ветер листву Как листки партитур Горы замерли в траурном марше Мы безмолвно стоим на скале Сангимор уцелевшие Чествуем павших Мы безмолвно стоим на скале Сангимор уцелевшие Чествуем павших Под скалой Сангимор Разгулялись ветра У подножия бесится речка Нас двенадцать из рейда Вернулась вчера А троих Приняла к себе речность Нас двенадцать из рейда Вернулась вчера А троих Приняла к себе речность Разом скинулись к небу Стволы и АКС Трое кратно откликнулось эхо И ушел в облака Смертоносный свинец Предназначенный для человека И ушел в облака Смертоносный свинец Предназначенный для человека Не горши и дели зла Миловцы синекур Мы твои Одиссеи Отчизна На скале Сангимур На скале Сангимур Наша гордая Горькая тризна На скале Сангимур На скале Сангимур Наша гордая Горькая тризна Сказал, что Восток Вековечен и мудр Здесь хранилища истинной веры На скале Сангимур На скале Сангимур Только камень Шершавый и серый На скале Сангимур На скале Сангимур Только камень Шершавый и серый Только камень Шершавый И серый Не могу Опять же Ну, лет не могу Обойти в миллион Там вдохновите Где-то учить Без реки Верстакова Поэтому я сейчас Еще одну песню Спою Верстакова Тоже Афганского Не посвящен Она мне очень нравится Сам она не поет Она нам что-то не нравится Так часто бывает А мне очень Так что я и спою Верстакова На войне Засыпал Как убитый Правда мало Я спал На войне Почему же Глаза не закрыты Без войны До утра В тишине Нет Тревожные Сны Мне не снятся Как им снится Когда я не сплю Да и мысли Привык не бояться Я их знаю И перетерплю Ни политик Я и не философ Ни позильных Не ставлю задач На десятки Проклятых вопросов Все равно Не отвечу Хоть плач Почему же Не сплю И маячу У раскрытого Насти Шакана Почему же Я все-таки Плачу Без войны Без причины Без сна Потому ли Не сплю Потому ли Что на самом Закате Без войны Я на аэродроме В Кабуле Видел в модуле Мирные сны А на войне Засыпал Как убитый Правда Вала Я спал На войне Почему же Глаза Не закрыты Без войны До утра В тишине Там Спасибо Этой песни У меня и Верстакова И других ребят Начинал писать давно Они вот К концу войны Стало многое понятно В принципе В отличии от рядового состава Там От дурманиной Замполитами Пропагандой Офицеры Все-таки Ну по крайней мере Наши офицеры Диверсионная Разведка Разведка Знали Чем мы там делаем И зачем там Находимся И никакой Интернациональный долг Слыхали И слыхивали И сказать не хотели Нам про него И не говорили Наоборот Нам сказали Была национально-буржуадная Революция Говорил Крючков Тогда он командовал Внешней разведкой Сферы ПГУ Было КГБ Потом он стал Последним Представителем КГБ Ну вы знаете На мою историю В 91-м году Был арестован За попытку В государственный Перворот Умер недавно Совсем Так вот Он говорит Вы разведка Специальное назначение Вы работаете Вообще В мутной воде Очень хорошо Ловится рыбка Все это знают Там в Афганистане Была супер Мутная вода Где работали Все разведки Кому не лень Все Кто-то территорий Кто-то территорий Пакистана Вот наша Советская разведка В лице вымпела Работала С территории Афганистана По Пакистану По Индии По всему Тоже Что окружает Плоть до Соединенных Штатов Америки Которая за морем Находится И Хручков Крючков сказал Что Кто возьмет Живым Иностранного Советника Получит И обещаю Герои Советского Союза И все льготы Почитающиеся Все разошевелись Он сказал А кто А попадете Вы в плен За вас Обещанный Американ 100 тысяч долларов За голову Вот Выпил Нам было Наплевать Мы были молодые Дураки Мы два месяца Ловили Иностранных Советников Хорошо Что никто Никого Не поймал Ни мы Их Ни они Потому что Неизвестно Встретились бы мы И сегодня Вообще В живых Там ел Остался Ловец Но гонялись По дорогам По всем Где только можно Только где Там агитор Вот там Похожи на Европейца Все Пятером А там Банды 50 человек Да пофигу 5 человек Нам Советников Надо Схватить Конечно Никто Никого Не схватил Но Были Были И много Были Вот О том Чем Там Собственно Занималась Разведка Все песни Про Афганистан Ну Например Вот гимн Вымпела Который Сейчас есть Он написан Давно Я так думаю Не помню Никто его написал Уже неизвестно Написан До Афганистана Где-то Но Суть по фактуре Там Это где-то В Африке Там У нас Ангола Мозамбик Эфиопия Никарагуа Значит Где-то там Все это написано Но Тем не менее Это гимн Нашей 101-я диверсионно-разведка Школа Балашихи Славное Теперь Называется ЦСН Центр специального назначения Там Один направлений Вымпел Есть Но Занималась Как я уже сказал Только чисто Такие Внутренними Проблемами Там Война Чечня Ингушетия А гимн Такой Ну Там ГСН Ну Знаете Гру специального назначения Зампаде Зампаде Версии Это Вот Юра Сорочкин У меня Готовит Присутствовал Отчего У нас Василий В песне Вот Но Или больше Там Балашихи 101 Девчонышка Все знают Ну Когда я Просто Пою Разрешение У автора Не спрошу Потому что Никому Неизвестит У автора Так Прожилает Печа Называется Вывод Бой Затих У взорванного Моста ГСН Расстанело Во мгле Зампаде Нетерпящей Удобства Умирает На сырой Земле Жаркая Нерусская Погода Застывает На его Губах Звезды Неродного Небосвода Угасают В голубых Глазах Умирает Он Не веря В сказки Жав В руках Разбитый Пулемет Пулемет И к нему В набедренной Повязке Вражеский Наемник Подойдет Подойдет Посмотрит Удивится Скинет Пистолет Прищурит Глаз Скажет Много Резал Бледно Пулемет Русских Буду Резать В первый Раз А в России Расцвела Гречиха Там Не бродит Дикий Папуас Есть В России Город Балашиха Есть Там Ресторанчик Бычий Глаз По Субботам И По Воскресеньям Люди В ресторан Идут Гурьбой Среди Них Идут Держа Равненья Парни С удивительной Судьбой Узнают Их По Короткой Стрижке По Беретам Типа Балахон Их В округе Местные Мальчишки Называют Дяденька Шпион Если Где-то Гром Далекий Грянет В Неизвестность Улетят Они Пусть Им Вечным Памятником Станя Проходная Возле Дорни Если Где-то Гром Далекий Грянет Неизвестность Улетят Они Пустим Вечным Памятником Станя Проходная Возле Дорни А там А там Действительно Остановка Глубненец Кто там Проезжал По шестер Грянет Там Видел В конце Бараш Лашик С левой стороны Как из Москвы Там Лес Потом Бетонный Забор Глухой Идет На километр Примерно Потом еще Вот слева Следят Дорни В НИПО На Ушлевский институт Пожарной охраны Это Который Справа Очень Хороший Мест Там Замечательный Магазин Мы через забор Ходили Назывался Тропа Кашемина Забег Перепрыл И магазин В 20 шагах Вот Дорни Дорожно Ушлевский институт Там не было Магазина Они сами Куда-то ходили Поэтому Вместо Дорни Мы ходили Еще метров 400 В кафе Ресторанчик Который Назывался Совсем Не бычий глаз А он Назывался Радуга Бычий глаз Этот Окрестили Кто-то Учил Испанский Очо Дель Торо Глаз БК Вот они Называли Это Почему-то Ну с красными Глазами На тот Все Выкатывались Но Три месяца Вот После возвращения Три месяца Переходящий Знамя Общепина Держал Ресторанчик Переуполнял Планка Рублей Не было Мы им чеками Официанткам Аминистраторам Запчетщики Мне же посыл Торго Там Ну не было Рублей Как Накопили И они Держали Переходящий Зато мы Там Выкинули Всю шпану Которая там Сидела Сразу В двух Вардобоях Дважды Разнесли Отделение Городдела Милиции Который Пытался Арестовать Наших За то Что мы После Отбоя Как им казалось Там сидели Но поймают Отвезут Поспокойно Все Пятерапия Пьют Гуляют Потом Остаются С официанком С администраторшей Но чеки Они должны Готовы были работать Всю ночь До утра Там У тебя ресторан До 12 До 11 Только Но чеки же Чеки И березки Уже в глазах Там настоящие Дубленки Не вонючить Девочки ходили Упакованные Все Администраторши Такие Вот А милиция Неудобна И понятно Что там У них Своя Сведомительница Из их числа По бандитам По криминалу Работать А мы Причем Мы Очень секретные Боевые офицеры Вернулись Черное Откуда А эти Тут Околачивают Груши Ходят Деньги Просто Они Все На Паркинг В дань Брали А тут Приходят Они Информацию Снимать Во главе С опером И милиция Наряд А их Информатор Сидят С каскадерами Пьют Водку В обнимку Целуются Обнимаются Бутылочку Играли Что там Грех Потом Расходились По домам На казарму Все равно В Москву Ехать Пошел Туда Близко Ресторан Похватались Спокойненько Четыре взяли Пятый Ушел Но метров Четыре Собежать Через Заборщик Поднимает Триста Солдат У нас Была Часть Триста Солдат Все солдаты Служили С офицерами Наш Солдат Дежурный Офицер Наш Он По части Самый Главный Часть Секретная Никто Не попадет Никого Не пускаем И мы сидим Спокойно Там Протокол Старает Мы молчим Кого-то В обезьянник Уже посадили Там Напротив Этого Перекрестка Дел Светофор Там Балашинский Городел Милиции И там Кто-то За решетку Кого-то Чего-то Кого-то Кольца Снимают Кольца Оказывается Нельзя Все Надо Сдавать Сажают Все Ряд Капитан Сидит И топ Вот такой Слышан Издалека Человек Сто Дамами По асфальту Шлепают Во главе С тремя-четыре Офицерами Дальше Четко Все Кто во дворе Милиции Есть Уазик Не уазик Все к стенке Мордой В забор Все кто нас захватывал Туда врываются Там капитан Жмет на кнопку Никто не придет Все уже арестованы Но он знает Что делает Начинает Плотить в стенку За стеной Спит Потому что делать Нефига Спит Дежурный По Городелу КГБ СССР Туда И он врывается И перед ним приходит Злой Будуна Значит С чертина За рожей Начинает Мотать Ты козел Я тебе 10 раз говорю Кого ты берешь Ничего же не получишь Кроме непрятую Дурацкую голову Что я делал Ты меня дел Государство Оторвал Вот я сейчас сидел На особой связи Наверное на телефоне Говорил с руководством А ты дурак Давай где протокол Все порвет И нас Выпустит Из этих решетки Ну и нормально Мы же их не обижали Чего никто не Чего они там Не надо власть Скачать тем более Когда ты не можешь Ну В общем были времена И нам год дали Еще почему Потому что командир Части После возвращения Последнего каскада Он Сказал Год отдыхайте Год мы пробыли Целиком Год отдыхайте Одно условие Никакого криминала Ну а какой криминал Мне когда Запихли в воронок С авгарской дубленки Почищеной Американской Прачной На лес За бешеные деньги Хорошая дубленка Турецкая кожа Там все это Оторвали рука Потому что гнилый Нитка не был пришиб Вообще оторвали И так у меня Я говорю А кто мне будет Когда-то прибежать За нас спасать Кто будет рукав пришивать С официанткой ее звали Забыл Я тебе пришью Пошли Пошли мы к официантке Пришила рука Вот Времена были Еще потому У нас Не было преподавателей Никто не знал Что это такое Мы были первыми В 81 году указан Антропово Был создан Подразделение Вымпел Уникальное Бешеные средства Государственные ушли Мы их оправдали Но Надо было учиться Надо же было Специально разведные знания А где получать-то Вот То, что сказали За 2-3 месяца Поэтому кто мог Кто мог У кого было Кого было меньше 32 лет Были отправлены 101 Ну не 101 В Краснаменный институт Это Высшее учебное заведение Разведки КГБ Учиться Зам мой Вася как ушел 83-й Так Только и вернулся 3 года назад Сейчас работает Где-то шефом безопасности Это той песня Отчего у нас Василий на шутку Занимал Какой-то каратэ И вольная борьба У него была Какие-то разряды Вот он там просидел В Суме С учебой Там 12 лет При всем При Талиеве При Наджабуле А когда вернулся Выводил наше посольство Оттуда Когда всем было Наплевать Было за резидента И за посла Выводил и афганские семьи Спасал Сейчас границ Благопогранички Наши были А когда вернулся Уже за полтинник Полтинник И мест нету Все Все Пришел в отдел кадров СВР И говорит Василий Васильевич Думайте дальше Что-то Думаю А где Тогда только в Афганистан Обратно Идите вы К такой-то маме А я пошел отсюда Вот у него Выслуги с боевыми вместе Примерно с того же Сколько ему возраста А его Опять Полковник Герал не дадут Тут все разобралось В Америке Нас никогда не посылали Но я в Америке был По другой линии За спецзадания И вот песня О разведке В 87-м году Ничего там такого не нашел По мне Что 14-й век В Афганистане 121 Соединенные Штаты В деревне Луховица Горящей столицы В московской области Гораздо лучше И интереснее жить От Кабула И до Вашингтона Называй Старпень От Кабула И до Вашингтона Побродяжничать Выпало Нам Корабли Самолеты Вагоны То пожары То вспышки Реклам Обними На прощание Подруга И в пустыне Где все сожжено Что нам старый Товарищ Разлука Мы к разлукам Привыкли давно Что нам старый Товарищ Разлука Мы к разлукам Привыкли давно Наши женщины Пусть не стареют Дожидаясь На зданиях дорог А друзья Даже если Сидеют То не позже Не раньше А в срок И пока что Гитара Подруга С неуемной Душой Заодно Что нам Старый Товарищ Разлука Мы к разлукам Привыкли давно Что нам Старый Товарищ Разлука Мы к разлукам Привыкли Давно Сладко Сладко Вашингтон Плавно перешел К песню О разведке Часть моей жизни Самая лучшая Была Общена И Не дипломатические Такие какие-то А просто там Псы войны Мы были Диверсионной Разведкой Это вот Не коридоры Блесуду Нет И здесь Вшивая окопа На саланге Снега и холод И никакой Награды родины Не предвидится Не ожидается Как нам объяснили Это было Как эксперимент На выживание Год проторчать Дольше всех Эксперимент На выживание Теперь может Дальше служить Сказали нам Я еще прослужил Три года По лесам Побегал В окрест Балашихи Окопы рыл Какие-то Никому не нужны Правда Нашли два схрона Нашли еще времен Немцы делали Еще времен Течечной войны Телефонкин Стоит в масле Рации У нас сейчас таких нет Автоматы Лежат новенькие Гранаты Показали все это Папаша Алинина председателем У КГБ Московской области Законкин Стоит в масле Как он старый партизан Давай там Давай там все это Заставил нас же Зачищать все это Искать еще другие Но в общем Надоело все уже Бегать и Вернулся в контрразведку Но лучше Службы Это конечно Чем хорошо Чем далеко Как в песне Да лах высоко Да начать далеко Никто в эту Как ее Как она называется Прилично В дыру не поедет В этот фейзабад В эти горы Не поедет Добровольный И начальство не нужно Но отчетами довольны В высшей мере И туда и не полезет В общем короче Сам придумаешь Сам выполнишь И сам себя накажешь Если неправильно выполнил Это и есть Свобода и ответственность И совесть и честь И все вместе Потому что Отправляй Каждому она сказала У вас будут солдаты Если убьют солдата Нет Если убьют тебя Дурака Значит ты плохо учился Плохо слушал Значит На лекциях Плохо на полевых занятиях Воспринимал Чего-то Дурак В общем короче Лог подставил А если везут солдата Ты сам Цинки с его матери Его отвезешь Это мы все Страшно боялись Один раз я повез В Быково Авиагородок Вертолюч Попросили Сопроводить Потому что я тоже ехал Там по линии Военкоматы Вот принимали Забирали А мне надо было Не буду рассказывать Потому что Это страшная вещь Я дальше продолжу По разведку Несчастную Как получилось бы Не отец Разведчик Грустного направления Военная разведка Фронтовой разведчик Дядька мой Тоже у него Мертвый Фронтовик тоже Старший Сергей Генштаба Разведка Я в конце концов Попал в разведку После этого Но по другой Линии Совершенная Но прекрасно Представляю себе Труд С большим уважением Отношусь Вот к Мишу Калинковну И его профессии К его друзьям Мы звали Эту разведку Самую старую Самую древнюю Назвали большой брат Она сейчас Мы учились у них У него было учиться У него Амзона же Учиться там Амзона тогда не было Боевые просто Толпа людей ВВ там Офицеров посреди Между нами и Москвой На шоссе Эктузиастов Училась волне Чемало здесь Да Поэтому песня И про них И про нас И вообще Про разведку Старая песня Автор тоже неизвест Эти люди Военные Ходят в форме Так редко В орденах Появляются ПЕСНЯ Лишь в особые дни Их работу нелегкую Называют разведка И не часто до старости Ноживают они Их работу нелегкую Называют разведка И не часто до старости Ноживают они Эти люди Военные Любят петь И смеяться И грустят Как гражданские А любимой своей Только часто приходится Им с Москвой Расставаться И все реже Случается Обнимать сыновей Только часто Приходится Им с Москвой Расставаться И все реже Случается Обнимать сыновей Эти люди Военные Каждой славы Достоин И пускай Имена их В строгой Тайне Хранят Доказали Не раз Они И один В поле Воин Доказали Не раз Они И не Ради Наград Доказали Не раз Они И один В поле Воин Наказали Не раз Они И не ради Наград Эти люди Военные Ходят В форме Так редко В орденах Появляются Лишь в особые Дни Их работу Нелегкую Называют Разведка И не часто До старости Наживают Они Их Работу Нелегкую Называют Разведка И не часто До старости Наживают Они Вы не устали Нет Правда А то Мне Никаких Конгресс Задач Мишка Не нарезал Сколько Там Учить Вас Держать Сколько Держать Пока Кать Не Принет Игорь Натальевич Вспомним мы товарищ Бычий глаз Не помните Да это Вот эта песня Васины Которая отвернулся Совсем недавно Сейчас я только Сашу разрешили Давайте пять минут Отдохнем Покурим Час лишним Попьем